Чтобы быть общиной, которую Господь хочет нас видеть, мы не должны отделяться от своего общества, где мы находимся. Мы в нем живем, мы в нем существуем, мы не делаем некоторые вещи, которые они не делают, которые являются паразитическими вещами, которые являются неправильными. Например, алкоголизм является паразитом общества, наркомания, блуд. И это тоже грехи, которых Господь наказывал за эти грехи. Но фактически, если будет говорить об обществе, они проявляются, но это не означает, что это везде и повсюду. Мы должны быть добрыми гражданами общества и быть частью того, что Бог делает среди людей. Потому что иначе нам нельзя будет проповедовать Евангелие. Другими словами Ишуа говорил о том, что я оставляю вас среди, овец как среди волков, то есть среди мира сего. Не про что ты забрал их от мира, но чтобы ты их что? Сохранил. Для нас не нужно бояться, как мессианской общине, быть частью того общества, в котором мы живем. Другими словами, о чем я говорю? Например, как сегодня проходят многие фестивали еврейские, и проходят какие-то празднования еврейские, там еще какие-то сообщества еврейские собираются. Не должно быть проблемой прийти туда и быть частью общества. Вы понимаете, о чем я говорю? Чтобы не отделять себя от того, как мы такие, мы настолько святые, мы другие. Так же самое можно говорить о украинской культуре и других. Но, что нас может отделять, мы не похожи на них. Другими словами, одна сестра у нас работает в одной организации, где их собрали все вместе, там много было евреев, и они там начали как бы по-советски, так знаете, после всех лекций, все остальное, за стол. Раз за стол, за стол сели, там бутылки водки начались и все остальное. И все говорят, давай вместе с нами, ты что, отделяешься от общества? При этом она участница, как вы говорите, всего то, что они проходят, там обучение, там еще игры, всевозможные, там общение, все остальное. Но когда пришло время приобщиться к тяжелым, к чаше тяжелого напитка, она отказалась. Понимаете, да? Есть принципы, которые мы можем четко держаться и должны держаться. Это принцип нашей жизни. Но ни в коем случае это не принцип, вот как бы сказать, ну безумия такого, религиозности. Это принцип моей жизни. Писание не запрещает, например, выпивать, будем говорить так, напрямую. Он говорит, даже говорю тебе, что для твоего желудка нужно еще немножко пить вина. Да? В Новом Завете. А в Ветхом Завете там есть такое послание, такое небольшое. То, кому совсем плохо, нищему, дай ему, что, секеру, дай ему водки, чтобы он напился, забыл о своей беде. Вопрос, как, что поступать, как делать, что, каким образом это поступать. Ну, мы, по-христиански, то, что принцип, у которого мы сегодня живем, мы никому ничего не нальем. Мы еще заберем то, что у него есть и где-то в рип-центр его отправим. Да? Но мы не, по сути, мы не должны осудить такого человека. Но чаще всего в церквях осуждение приходит, осуждают. Люди падают, нужно поднять их. И община, первоапостольская община отделила себя простой вещью. То, что отделяло их от других всех остальных. у них была сила Духа Святого противостоять греху, противостоять болезням, противостоять бесам. И мы об этом читали. Помните, я вам говорил, что христиане первого века не боятся демонов, колдунов и все остальное. Стоят в вере и в молитве друг за друга за исцеление. Это была позиция первоапостольской общины. И фактически это нас и отделяет как мессианское движение от движения Хаббада или ортодоксов или же реформаторов еврейского либо еврейского общества как такового, которое безбожное. Это должно нас отличать. Это мы должны как бы проявлять это все. Сила Святого Духа. И об этом говорит Писание, что иудеи ищут чего? Знамения. Ищут чудо. А елены ищут мудрости. Понимаете, что я говорю? Сегодня оно как будто поменялось. Евреи ищут мудрости и в талмудах своих изучают каждую букву, что он означает. Если прибавят 3 плюс 2, 5, 17, это будет совсем такое число. И там о, точно, через каждые 5 слов читаешь эту букву, делаешь прямую линию. там пороческое какое-то слово. Сая, Даниила и Зикиля. Везде говорилось о том, что Мессия будет, он придет и он будет страдающим Мессией. Аминь. Я говорю об этом, потому что фактически центром общины становится Слово Божье. Центром общины, апостольской общины, будем говорить, первого, второго, третьего века становится Слово Божье. Они его изучали, они его преподавали, они его разбирали. Почему я говорю разбирали? Потому что Рав-Шау, когда мы видели в других местах, он слово разбирал, допоздна сидел. Помните, мы говорили о том, что один из принципов иудейской общины это изучать Слово Божье. что в четвертом, пятом, седьмом веке, в одиннадцатом веке, вплоть до реформации через лютеранское движение, через Матера Лютера, не изучалось. Нет, там 17-й век Лютер. Фактически там не изучалось Слово Божье как на массы. было латынью все, было написано Слово Божье было, и в церкви оно говорилось на незнакомом для людей языках, они приходили просто в церковь, в здание, ничего не имели понятия, что говорится, не было рассуждения над совестью своей, литургенция была введена, то есть спасение за деньги выписывалось. Это было ошибочной части. Мы видим, что церковь ушла от принципа, который имела община первого века. Мы видим, что они изучали Слово Божье, они посвятили себя для этого, они рассуждали над этим, и уже церковь уже после тысячи лет она этим не занималась. И фактически то, что происходило с Паттером Лютером, это начало Божьей реформации и возвращение к тому, чему вот, я надеюсь, мы придем, что фактически началось от иудеев и ими закончится. Я верю в это, что началось с иудеями, Бог и закончит свой поход, такой спасение всего человеческого через иудеев. Ибо написано, что если их падение, это примирение миру, или, можно сказать, это было давайте мы почитать, это у нас 11 глава римлян, да? я верю в это, Открыл сейчас. Это 11.15. Давайте начнем чуть выше. 7 стиха. Что же Израиль? Чего искал, того не получил? Избранные же получили, а прочие ожесточились. Как интересно, что Павел говорит откровение, которое для многих неизвестно. Многие читают, говорят, что Бог отвернулся от евреев. А здесь он не говорит, что Бог отвернулся от евреев. Что же Израиль? Чего искал? Того не получил? Он говорит, не могу вам сказать. Получил он, не получил. Избранные, то есть кто открылся, тот получили, а остальные ожесточились. Но не сказал, что не получили. Они сказали, ожесточились. Но ожесточились до времени. Как написано, Бог дал им дух усыпления. Глаза, которые не видят, уши, которые не слышат. Даже до сего дня. Происходит. И Давид говорит, да будут трапеза их сетью. И так спрашивают, неужели они приткнулись, чтобы совсем упасть до основания. Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Другими словами, однажды я сделал такое четкое выражение. Выражение, может быть, кто-то меня судит за это. Бог не только пожертвовал своим сыном. Бог, ради спасения всего мира, пожертвовал своим народом. Вы говорите, ой-ой, что такое, о чем вы говорите? Я говорю то, что я слышу и что я чувствую. Потому что, если бы весь Израиль в тот момент уверовал бы, Богу и так, в течение какого-то времени уверовал, то где бы было бы спасение? Если бы они уверовали, тогда не открылось бы это дверь для язычников. Но Богу нужно было угодно, чтобы спасти и всех остальных. Но чтобы спасти всех остальных, у некоторых из них должно было быть ожесточение. Чтобы, как Павел говорит, все, с сегодняшнего дня иду проповедовать язычникам. И пошел в синагогу. Если посмотрите, там на следующий день он пошел в синагогу. И там еще два года учил. И собирался в училище тирана. Здесь интересно, что он говорит, что фактически, чтобы возбудить в них ревность. То есть, если придет время, которое Бог усмотрел, что через церковь, через тех неевреев, придет спасение для язычников. Ой, для евреев, от язычников. Не имеется в виду языческих богов, но те, кто уверует в Вишуа Мессии, через них, по их вере в еврейскую мессию, придет ревность. И это так происходило. Долгое время еврейская составная в теле Мессии первого трех столетий очень было четко выражено. Особенно первые сто лет. Мессианская позиция евреев, верующих в Вишуа, была очень серьезна. При умножении нееврейской по составной, вы поймите, при умножении этой составной, вопрос остановился, насколько нам нужно быть евреями. В этом вопросе фактически разделилась вся община на тех, кто про и про и за. Я вам скажу так, что очень много было ошибок. Много было ошибок, которые сделаны со стороны христианской или нееврейской стороны. Таковы, мы называем это, истории, которые не связаны с истиной. Например, Евангелие детства. Кто-нибудь слышал об этом? Да, Евангелие детства. Кто-нибудь читал? Да. Это созданное уже где-то в 4-5 веке. Истории, которые не совпадают с образом Мессии. В свою очередь, еврейская община, ну, как бы сказать, где преувеличивали, вписывая христиан, они увеличивали Христа до такого состояния, что фактически это был Бог на земле во всех делах, то есть, как бы, что бы он ни делал. И до кого-то посмотрел, не так ли, что еще. Это значит, все, как Бог. То есть, Евангелие детства, это то время, где не описывается, где был Ешов между 12 лет, думаю, и так, да, и 30. или же время от его бедства в Египет, пока они не возвратились, пока Ирод не умер. И были много таких фантазеров, которые писали разные небылицы о том, что он из длины делал воробьев, они вылетали там, до расколдования женихов, которые были околдованы в быков всевозможных и так далее. То есть, глупости, реальные глупости. То есть, мифология, греческая мифология сильно была привязана к ситуации с Ешовом. То есть, понимаете, да, добрый и плохой маг. Там все такие. И в то же самое время такая была книжечка, которая или послание, была той, «Дал Ешу проклятый», которая говорила о том, «Откуда пришел Ешуа?» Или не назвать его Ешуа, а Ешу, это сокращенно аббревиатура, «Да будет его имя проклятым». Они начинают говорить свою историю о нем. И вот до сегодняшнего дня эта борьба идет за и против. Я верю, что община первого века, она не смотрела на эти позиции таким образом. Они верили, что будущее идет за мессианским движением. Они не отделяли себя на одну церковь, вторую церковь. И сегодня, фактически сегодня, из-за такого разнообразия разных общин и церквей, многим людям сложно ориентироваться в истине. Но это для того, чтобы исполнилось Писание. Приду, найду ли я веру на земле? Приду, найду ли я веру на земле? А в чем нужно? Потому что Писание нужно искать, нужно исследовать. И еврейская община первого века, они были очень настроены на изучение Слова Божьего. Как Павел говорит, основанное на пророках и на чем? На апостолах. На учении пророков и апостолов. Это говорит о том, что говорится в Писании. Например, «Да не отходит себе книга закона, то есть Торы, от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Благоразумно Иисуса Навина. И фактически это то, что изучала первоапостольская община. То есть община первого века. Это необходимо помнить и нам нужно исследовать Писание. Сами принципы, которые находились в общине первого столетия, это принципы общины. Это не было церковным понятием здания, туда все приходят. Это было общее все вместе. Климентий Римский, епископ, в конце первого столетия описывал еврейский народ таким образом. И Якова, народ Якова стал частью Господа, и дети Израиля являются мерой его наследия. От Якова все священники и левиты. От него Господь Ишуа, то есть Иисус, по плоти от царей колена Иудина и другие колена не менее почетные. Знаете, что там говорится? Что то, что Ишуа оттуда, это классно, но и все остальные, весь народ, он важен. Мы не имеем права его отрицать, что происходит и что с ним происходило. Мы не имеем права отрицать. И сам Павел, Рав Шаул пишет свое послание к римлянам, это римской общине, церкви, что Бог не забыл свой народ. И восьмая глава, девятая, извините, глава, он начинает такие простые истинные, говорю вам, в Мессии не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль, непрестанное мучение сердцу моему, и желал бы я сам отлученный быть от Мессии ради братьев моих, родных мне во плоти. То есть, израильтян, которым принадлежит усыновление, слава, заветы, законоположение, богослужение и обетование. Тяжело вам, да? Жарко. Но, говорит о том, что фактически все от него и от них. Валик может включить этот вентилятор. О чем это говорится? О том, что Бог явил свою милость для всего народа. Это не было просто иудаизм новой эры или во времена Ишуа. Это не было просто Богом или религией Авраама, Итсаха, Иакова. Это была вера отцов, которая продолжалась в апостолах и всех остальных, которые уверовали. Они не могли по-другому мыслить. Они не могли по-другому мыслить. Понимаем, да, о чем мы говорим? И фактически уже позже происходили старые, тяжелые времена, где заставляли евреев отрекаться от субботы, где их заставляли кушать скверное. И так далее, и так далее. Для того, чтобы показать разницу. Но те, кто понимали, что Бог просто от них требовал это. Ну, Бог говорит так, если кто различает, для Бога различает. Если нет, то нет. Но шаббат, сегодня шаббат, нет храма, но у нас что-то есть особенное. Шаббат мы отмечаем. Почему мы кусочек халу ломаем, вложим соль, как бы бакаем и мы кушаем ее. вспоминаем о чем? Плохой жизни, что не всегда так будет, не всегда так будет, кушай хлеб сейчас, не всегда так будет. это одно вспоминать о Египте, но самое главное это то, что мы участники, мы участники богослужения. Когда мы говорим молитву, мы приглашаем Бога, мы благословляем Бога и участвуем в трапезе. Это на самом деле Бог от нас требует, чтобы мы были в мире, в покое и мы участвовали в трапезе. Это хлебная жертва была. Мы участвуем в этом. Плюс все жертвы, все жертвы, которые там были, посыпались солью. Но на основании Писания и особенно Нового Завета и также 19 глава Исхода говорит о том, что вы, весь народ священников и народ святой. До того, как появились левиты, до того, как появились священства, Бог говорит, весь Израиль это святой народ и священники. И Павел уже, Петр уже в свое послание говорит, вы царственное священство, народ избранный от его дел. Подтверждает, что мы были священники. И участие в шабате, вот когда мы ломаем хлеб и раздаем, мы участвуем в богослужении. Поэтому шабат, который мы делаем дома у себя, это не просто проведение хорошего времени с семьей. Это богослужение. Но не все так к этому относится. Это должно быть святым. И фактически для общины первого века и до третьего века это было богослужение шабат. И завершался он гавдалой собранием людей, пение песни. Почему пение песни? Потому что Ишуа так делал. Помните, да, на самой трапезе Песоха нужно петь песни. После вечери они взяли и заголосили и пошли через кедрон песни петь. Какие песни пели? Кто знает, какие песни пели? Кто помнит? Кто не имеет в виду, что кто-то столько жил с того времени, кто помнит? Псалом, да, Псалом восхождения, но они не могли петь восхождение, потому что нужно было восходить к Иерусалиму, а они уходили от Иерусалима. На не этот. Я не могу точно утверждать, но кажется, Авину Малкейну, она идет аж оттуда, старая песня еще по традиции. Ну, помню, так это пасхальная такая. Да, и вы должны понять, что община этим жила, не могли по-другому жить. Мы сегодня живем по-другому. Евреи бывшего Советского Союза живут по-другому. Они стали мирскими, они стали светскими, они не живут под тем традициям. И Советский Союз убрал очень много. Для них Новый год, бутылка водки, или там еще, это будет по-серьезному селедочка и все остальное празднуем Новый год. Для них остальные праздники не считаются праздниками, это как бы уничтожено. Даже я помню, когда еще был пацаном, говорили такие вещи, что когда Бармитсва проходила, все в нас в доме говорили об Батмитсва, Батмитсва, и что-то значило вообще. Не было никаких служений, не открывало стора, ничего. Все что-то означало, пацану исполнилось время, он стал взрослым, родители искали проститутку для него, стал мужиком. Все. Вот это было еврейское Бармитсва в советское время. Ну, светское, они же сами не знают, как к этому подойти. Но я благодарю Богу, что это возвращается, ну, не этого, а возвращается Божьи принципы, изучать Слово Божье, изучать Тору и быть посвященным к этому. Итак, какие-то вопросы у вас есть? Есть у вас? Нет? Я хочу, ну, если нету, давайте вернемся к римлянам, 11 глава. 20 стих. Ежели их падение богатства мира и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Что интересно, что помните, я говорил, что Бог не только не пощадил своего сына, дал его умереть за Израиль и за весь мир, он доказывает большую любовь ко всем остальным нациям, ко всему миру, спасению и желание спасения всех остальных людей через то, что позволил Израилю споткнуться, упасть и не принять до времени. Вам, говорю язычники, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Что он говорит? Не говорит я, ну, кичусь тем, что я проповедую и вам. Он говорит, нет, он до этого говорил, что для меня большая скорбь. Но, он говорит, я прославляю, имеется в виду, я благодарен Богу, что мое служение, как еврея, к язычникам имеет цель, чтобы многие иудеи заревновали о том, что им пришло спасение. 15 стих. Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принять, как не из жизни из мертвых? Кто-нибудь из вас видел воскрешение не из мертвых? Я считаю, что это пик, это пик, это пик, ну, чуда такового, да, потому что когда Иешуа воскрешал людей из мертвых, это потрясало, люди следовали за ним. Павел говорит такую штуку, как удивительно, что если их падение, да, если отвержение их, то есть отвержение, то есть их, почему-то их не отвергли, это стало примирением для мира, не только Иешуа говорит, Боже мой, Боже, почему ты оставил меня? Теперь уже Павел говорит, отвержение, то есть Бог начал ставить Израиль в позу ожесточения, чтобы примирить людей, чтобы проповедь Евангелия ишла по всем местам мира. И он говорит, не что иное, как их возвращение, то есть их приход к Мессии, не что иное, как будет оцениваться как одно из самых величайших чудес, которое вообще можно пережить, это воскрешение из мертвых. Сегодня не встречается так часто воскрешение из мертвых. Вы понимаете, да? И он говорит, я не могу объяснить вам иначе, что это для Бога значит возвращение еврейского народа к спасению, к принятию Мессии. И он не мог это объяснить иначе, как это чудо из чудес, воскрешение из мертвых. И дальше, если начаток свят, то все целое, если корень свят, то и ветви, если же некоторые из ветвей отломились, то есть здесь говорится отломились самостоятельно? А? А почему не отломились? Почему разве иудеи отломились от от иудаизма? Библейского? Впоследствии да. Впоследствии да. Потому что корень, который мы говорим, корень Иисеев, то есть Мессия, ожидание Мессии, это была основа еврейского народа. Когда Моисей сказал, вам Бог пошлет еще одного помазанника, еще одного, его слушать и так далее, они все ожидали большего. Иисайя говорит о Новом Завете, еще не был разрушен второй храм, еще стоял первый храм, Иисайя пророчествовал о Новом Завете на лучших основаниях. И они ожидали этого прихода. И поэтому некоторые отломились от чего? От той надежды, которая была у евреев. Что этот Мессия приходит к Ишуу и спрашивает, ты нас Иоанн послал? И говорит, ты тот Мессия или нам нужно ожидать другого? Он говорит, подкатите, скажите ему, что происходит. И одно из чудес употребляет как знак воскрешения из мертвых. Понятно, да? Одно из позиций Мессии это воскрешение из мертвых. А таких чудес очень мало происходит. Следующее. И говорит о том, что здесь не просто они отломились, они просто не поверили и стали без надежды на Мессию. Так. А ты, дикая маслина, привилась на место их и стала общником корня из сока маслины. В других местах, здесь русский перевод, говорится, привился на место их. Невозможно. У Бога нет принципа, чтобы отломить тебя и поставить другого. Они отломились сами по своему неверию. Иметь в виду, они потеряли надежду, что это тот Мессия. Язычники, здесь в других переводах написано, что они привились между ними. Между ними. У меня к вам вопрос. Кто-то из вас сделал прививку? В школе это понятно. Вот прививали дерево. Кто-нибудь прививал дерево? в школе. Ты брал хорошее и прилеплял его к хорошему. То есть ты наоборот хорошее брали, прилепляли к дикому. Да? Я хочу, чтобы вы понимали. кто-нибудь по-другому делал это? Дикое прививает к хорошему. Нет. Удивительная математика Божья. И он показывает здесь, это не принцип человеческий. Принцип человеческий сказать, хорошее привить к плохому, чтобы были хорошие плоды. Понимаете, чтобы было хорошее все. А здесь он говорит совсем другое. Хороший корень это то, что мой корень. И теперь дикая маслина привилась к хорошему корню. Вопрос у меня. Будет ли их плод лучше, чем природный? Навряд ли. Вот услышите меня. Навряд ли. Я не знаю, как бы кто-то будет смотреть на диски и скажет, совсем ребе с ума посходил. Посмотри, какой плод у церкви. Мы видим. Смысл понимаете, да? И эти многие люди кичатся, типа мы там дикая маслина, мы там порвали всех, Бог отверг Израиль и все остальное. Никогда Бог не отвергал свой народ. но как бы имеется чтобы забыть. Ибо их отвержение имеется ввиду временное отстранение, чтобы помочь неевреям привить их и чтобы их плод он был лучше, чем он дикий. Потому что римлянам, то послание к римлянам также писано, что они жили, все остальные язычники жили по закону совести. не по закону Божьему, а по закону совести. И при всем этом Бог их слышал в каких-то моментах. Но ожесточились, но превознеслись и посчитали как бы человеческое выше Божьего. Я хочу, чтобы вы слышали, что при диком маслине, привитом к хорошей маслине, не станут лучше маслины, не станут они больше. Они станут может быть лучше, более качественные, но не станут таким, как природные. Должно было быть наоборот. Но Бог говорит, я так не буду делать. И многие верующие, многие верующие, крестьяне, они считают, что вот иудаизм отрезали веточку, привили к их церкви христианской, то есть понимаете, да, и теперь мы будем иметь плод какой-то. Не будет так. Бог говорит, не будет так. Наоборот. И дальше он говорит, что но ты бойся, дикая маслина, бойся, не превозносись. Там уже Рав Шаул закладывает пороческое слово не превозноситься. Ребята, вас ожидает одна проблема. Если вы не остаетесь в маслине, природной маслине, имеется ввиду законное положение, праздники и другие ситуации, которые происходили в Израиле, если вы отрекаясь от них, вы не получите всего остального. Понимаете, да, чем? То есть, вы должны бояться, что если вы возгордите, что вы теперь привились к природной маслине, теперь настоящие перцы такие вот, но у вас плод вот такой кислый и все остальное, он говорит, при всем вашем, при вашей любви и прививании ничего страшного, вы будете отломлены. Там говорится так, что но если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя? и так видишь благость, строгость Божию, строгость к отпавшим, а благодать к тебе, если пребудешь в благодати Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Муж отломлен. Хотя здесь написано, что они сами отпали, но по какой-то причине Бог к этому приложил усилие свое. И он говорит, ты смотри, не гордись, а то они, к ним Бог имеет строгость, по своему нежеланию появиться к Богу, ну к Ишу, к Мессии. Говорит, не будь, не превозносись, Бог будет строг с тобой. Хорошо, они отломились, не верим. Слышите? Он говорит, они отломились, потому что не поверили. А ты держись верою и не гордись, но бойся. Бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость, строгость Божья, строгость, как павшие, но уже читали. Но и те, если и не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять принять их. Вы когда-нибудь сухие ветви видели, чтобы они оживали? Но он говорит, если те, которые какую-то надежду имеют, они оживут. Он говорит, я вам говорю, я вам гарантирую, что есть воскрешение из мертвых. Он говорит, я гарантирую, что будет воскрешение из мертвых. Это будет чудо. И для еврейского народа это на самом деле чудо. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет Сион избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Эту молитву поют каждый раз в синагоге. Ки мит Сион витока Тора. То есть, из Сиона выйдет слово твое. Здесь написано то же самое. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Сиона придет избавитель. Мы знаем слово Божье, оно защита и охрана и это слово Ишуа. И слово стало плоти обитало посреди нас. Они с надеждой каждый раз поют эту песню, когда выносят Тору. Фактически это молитва. Я бы хотел, чтобы мы это сделали куда-то церемонию такую. Но к этому придем. Не хотелось бы, легализм привел нас к тупику. Итак, в отношении благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи ради отцов. Ибо дары и призвания не приложены. То есть призвание Божье к израильскому народу оно неотъемлено. Будет спасение. Ибо все из него и им и к нему. Ему слава во веки. Аминь. Удивительно. Удивительная эта позиция. Потому что Бог хочет, чтобы мы понимали, что есть принцип. Принцип, который он заложил. И пророческий, фактически Раф Шаул уже видел, что может произойти с церковью. Что она превознесется. И предупреждает об этом. Насколько осталось минут? Пять минут? Чтобы дальше не бежать. Что можно здесь? У нас микрофона нету, да, отдельного? Следующий урок есть. Какие вопросы может быть у вас есть по данному метру? Нет, я могу бы задать, я просто вам что-то помогает это, то, что мы разговариваем, разбираем или нет? Кому не нравится то, что мы делаем? Нравится? Потому что вы в мессианской резкой общине, потому что удовлетворить свою слава Богу в правильном месте. каждый человек на правильном месте тогда, когда он исполняет волю Божию. Каждый человек на правильном месте, где бы он ни был, он должен исполнять волю Божию, исполнять его заветы, заповеди, любить друга, любить Господа. То есть мы говорим Шма Израиль Господь Бог один есть. И потом дальше идет возлюби Господа Бога твоего. То есть ты должен это сделать. Если человек возлюбил Господа Бога твоего и ближний как своего себя, то он исполнил без закона. Несмотря на то, где он находится. То ли он в церкви, то ли он в синагоге, но если он любит Ишу Мессию и исполняет его заветы, он на самом деле будет спасен. Я понимаю, что нам всем хочется, чтобы иудеи, которые в синагогах, они уверовали, перешли к нам, но почему-то мне этого не хочется. Говорят, что такое? Ни не спасения хатодоксов? Хочу. Хочу, честно, хочу. Но чтобы они оставались теми, которые они есть. Чтобы они оставались, как и во время Деяния апостолов. Там были фересеи, там были седукеи, они имели свою позицию, пускай остаются. Потому что чаще всего спрашивали людей, что изменится в жизни ортодокса, если он примет Ишу Мессию. Как он читал молитву Амеда, и Захара, и все остальное, так и он будет это делать. Как он молился три раза на день, утром, днем и вечером, так и оно и будет продолжать. Он носил цицит, так и он будет носиться. Это не противоречит чему учит Писание. Но если ты никогда этого не делал и начинаешь это делать, больше приобщаться к иудейскому образу и позиции, больше к тому, что они делают, вместо того, чтобы веровать, тогда будет проблема с идентификацией. Кто ты?